Ас-саламу алейкум, казахили. Сейчас наступают самые трудные времена в Казахстане. Скоро у нас выборы. Из-за этого будут отключать интернет, как всегда. Заранее они будут работать в соцсети, мобильная связь, для того, чтобы люди не смогли скоординироваться. Но я хочу вам напомнить. Жизнь всего одна. И прожить ее рабом было бы печально. На картинке Казахстан одно из самых развиваемых государств. Но в реальности люди живут в ужасающих условиях. Я жил в столице республики Казахстан и видел, сколько людей живут в бедности. И это в Астане. Те, кто умеют воровать, они никогда не выйдут на митинг, потому что их все устраивает. Но простые люди боятся, потому что система перемалывает кости. Сегодня мы видим, что уже начали преследовать независимых журналистов, угрожать им, делать какие-то материальные ущербы в их сторону. Я надеюсь, вы сделаете правильный выбор. Скоро выборы без выборов. И еще 7-8 лет мы будем продолжать жить, как рабы. В самых худших условиях. Январь показал, что казахи устали. И что единство сделало так, что наши солдаты и некоторые полицейские бросили оружие и перешли на сторону народа. Сейчас есть такой же шанс. И навряд ли уже Россия с прежней мощью ворвется в Казахстан расстреливать наших граждан. Такого уже не будет. Нет никаких мифических 20 тысяч террористов. Есть только несколько террористов, которые у руля. Оян Казак. Оян. Казахстана. Продолжение следует...